Привет, сирокезосмотрящие! Озеро Ковшу, 28 марта, год от Рождества Христова, 2024. И вот, собственно, создание природной лебеди. Вот в ускоренном ритме, как-то смотрится интересно, согласитесь, вы такое вряд ли видели. Оказывается, вот по волнам вот так их шандарашит, а с другой стороны успокаивающе действует. Да и у них, наверное, система нервная, очень крепкая. Так синхронно они все делают, как два крейсера в сопровождении каких-то маленьких катеров. Там вот, то галки присоединятся по берегу, то чайки подлетят, то утки какие-то подплывут. Ну, полное впечатление, что корабли на выгуле. При этом берег, видите, обживается, готовится к сезону, и, видимо, уже скоро обещают нам теплые деньки. И вот мы так, как лебеди эти, будем на том пляжу подставлять свои телеса Розыгненскому солнцу. Я понимаю, вот это она плывет, а он там сзади тащится. Значит, видите, она поплыла, и он нехотя так, ну, вот, вынужден за ней следовать, наверное. Даже в природе он с ней не спорит. Поплыла, ну, бог с ней. Ничего, такая у них квартирка. Гектара 2-3, наверное, площадь озера. Пока других лебедей не замечено. Ну, там, по-моему, появлялся еще один, одинокий какой-то. Ну, так вообще, вот это все имение этой пары. Что интересно, когда меня они заметили. Ну, многие замечали, когда подходишь к берегу, лебеди как будто бы в надежде, что их начнут кормить. Что на самом деле, наверное, плохо. Привыкли они к людским подачкам. И вот, когда на такой поплавок смотришь, думаешь, мы смотрим на это, умиляемся. Ну, наверное, когда лебеди видят нас, купающихся в озере, они думают, какие они неуклюжие, какие они странные эти люди. Плавать не умеют, но лезут в эту воду. Чего они там вообще ищут? Ну, то есть, их-то понять можно. Это их среда обитания. А мы как бы не... Для нас вода это не родная все-таки среда. И мы, наверное, выглядим в их глазах очень неуклюже. За синхронность, пожалуй, можно им поставить крепкую четверочку. На пять, конечно, не тянут, но вот четверочка, да, да, красиво, аккуратно, выполнена синхронно. КОНЕЦ Вот так целый день они курсируют вдоль променада. Я заметил, как только человек появляется, они обязательно подплывут. Ко мне подплыли, подошли очень близко, пошипели на меня. Ну, один там шипун попался. При этом у меня не было... Я не рассчитывал их кормить, ничего с собой не было. И они спокойно занялись здесь кормежкой без моей помощи. Вот замечательно, там что-то на дне собирают. Ну, конечно, наверное, не отказываются они от людской помощи, когда их кормят. Судя по упитанности, вот смотрите, прошла зима. Так скажем, по идее, должны они быть обессиленные какие-то. Сейчас они наедаются, отъедаются. Ну, вид у них отличный. Состояние такое здоровое, скажем так. Оперение гладенькое, плотное. Ну, не выглядят они поскубанными какими-то или там ободранными. Очень хорошо питаются, судя по всему. А что ж, водорослями питаться, вы знаете, даже людям полезно. Там столько всего полезного в траве, в этой водиной. Вот, видимо, сказывается на здоровье. По ним заметно. Можно заметить, насколько жирное оперение. Вы видите, они как в бриллиантах. Вот это капельки воды. Собрались на перьях. Хоть они и ныряют целый день, но насколько выделяется этот жир на перьях, что абсолютно веналга. Что вода, что не вода. Вот ныряет он под воду. Голову вытягивает, а оперение как будто бы и сухое. Ну, чуть-чуть. У головы там где-то потерто. А так вот, смотрите, как все ухоженное. Как все уложено, уплотнено. И капельки воды действительно как Сваровский. А может, даже не Сваровский, а получше что-то поблескивает. Если кто не в курсе, эта вот фигура называется... Она, короче, символизирует чистоту наших берегов, озер. Не бросай мусор. Так по-простому. Уже гуляющие. Вот они ко мне подплывают, шипят. И при этом продолжают... Ну, не получили от меня ничего. Поглядели, подумали. Пришел очередной жмот. И, ну и ладно, будем заниматься своим делом. При этом надо вот понять и заметить, что... Смотрите, так вот при человеке, насколько они к нам все-таки привыкли, они позволяют себе вот так под водой прятать голову. Ну, не боясь, что в этот момент их на... Кто-то стащит или напугает, или как-то... Какие-то методы в их сторону нехорошие предпримят. Доверчивые птицы, так скажем. Вернее, люди у нас хорошие. Раз птицы доверчивые, значит, все-таки они нам доверяют. На этом, собственно, и закончим. Хороших вам выходных, праздников. Мира нам с природой. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok